всем привет друзья сейчас привет мальчики пацаны при фронтовой девочки срочники ну что сразу чтобы не томить это мишу теку страшно на фоне люди там пугаются не показывай я сам испугался в камеру когда увидел как это выглядит внешний думал что так страшно все выглядит в натуре она на самом деле не так ребята так гуленька потом потом новости ты меня перебил у нас стреляют весь день на окраинах везде в разных только успеваем уворачиваться скала его сам город пока в относительной безопасности но людям страшно мне почему-то нет не давать на что не видел психика неадекватная а кто не видел утреннее видео можешь повторить что как оно было 6 утра мы проснулись от того что в этом я не нырнули ты не поставил им эту они не привыкшие да уже вода опять с налетом от этих хвостов красивых ничего поменяем вода слава богу есть свет есть газ влажнение кстати стоит да считай все нормально сухость покажись можно ну короче в 6 утра были сильные взрывы разбомбили ну ты скажи что там разбомбили что прилетели высокоточные конфеты с ним с небеси посыпались с моря кто-то сейчас по речи выяснит кого мы смотрим не если ты сказал высокоточные воланчики короче что узнали тоже что и вы наверное из новостей тех же что и вы поэтому особо мы все что видели что знаем расскажем то есть это мы ощутили то что у нас окна аж открылись но тоже мы по вашим советам или это не по не по советам подписчиков них открытыми остальные по советам серёге на серёге респект окна не так чтобы сильно его не выбило но просто за счет того что они там были чуть приоткрытые то они конечно открылись ну и все дрожало окна дрожали вся квартира я не честно говоря подумал что очень рядом из-за того как это все ощущалось я тоже думал что километр два максимум но оказалось что дальше я не знаю что же будет если это будет ближе да ну я обалдел от того что именно как землет вот ощущение друзья как землетрясение взрывы как землетрясение дом вот именно такая вибрация по дому по стенам по полу ощущается то он считается я честно я не ожидал я думал что это не настолько мощно ну там куда она прилетела там скотч не не помог да есть недавно поступила информация нет ни одной рамы даже от окна не это ощущение что просто написали что есть жертвы оказалось весь день как-то все молчали там кима в связь не выходит кима нет знаешь прямо люди начали нервничать переживать потому что он нам да весь город благодаря киму спит спокойно когда он их укладывает спать спали спокойно по сигналу кима по команде все спят спокойно а теперь какая-то тишина и тревога прямо всех и информации вот только недавно прочитали что есть все-таки жертвы и непонятных ну какая разница люди погибли в любом случае до ноги погибли потому как это все умалчивается утаивается все-таки скорее всего это наверно таки попали куда хотели ванчики на садах очень оказалось такие вот морозе но с днем особо таких больше не было прилетов как обычные гупани ну как обычно тех кто нас на украине кто смотрит на украине знают что такое гупани а что такое прилет и уже мы различать начинаем когда гупани мы спим спокойно уже иногда это конечно странно выглядит я сам себя слушаю и бред какой-то но друзья реальность такова что привыкаешь даже к такому ну может быть это не все так разные состояния накрывают иногда такой какой-то находит пофигизм и апатия что думаешь что будь что будет уже и рыба я вот так вот колеблется настроение состояние наверное из-за того что соседи музыку тоже не такое состояние состояние у людей такое критическое хотя город наверное все таки где-то достал алкоголь алкоголь у нас в городе не продается но я думаю что официально это информация такого если сильно постараться я думаю слушай в нашем городе им все возможно ну подожди он музыку не врубал года три сады не может он протрезвел молодец никуля молодец да это же вазька добрый-добрый да вазька добрый-добрый ника кстати у нас чистая чистая ну я в инстаграме красотка готова снимать вчера покупала нику все постирала и в клетках я убрала говорил на видео что я еще и покупала и нику постирала никины вещи все все коврики у нас чистые пахучие вообще красота в квартире пахнет был мылом мылом шампунем никой пахнет короче чистый тайдами да у нее белоснежная пастилка но в общем пока пока живем более-менее обычной жизнью хотя ощущение как в тюрьме никуда не выехать не не это передвигаться по расписанию такие странные ощущения приходится просто привыкать в рамках дозволенного уже обустраивать быт между еще раз говорю слава богу пока есть свет интернет отопление газ самое у нас да будем надеяться что после инфраструктура не сильно пострадает после всего происходящего где-то его периодически нету опять вот эти ожидания постоянно ну короче еще голова пухнет от дезинформации со всех сторон и чем не ну так по чуть-чуть даже если смотришь что просто видишь и пусть потому что сами наблюдаем чего нас вначале ожидали нагнетали совсем нет не то происходит что что задумали девочку все затягивается все заходит какой-то такой тупик такое ощущение чем больше чем дальше тем она как бы дезинформация она с обеих сторон в какой-то прогрессии происходит арифметической возрастает ничего не еще больше и больше непонятно что происходит может быть это у нас так нет никакого смысла если вы хотите портить себе нервы смотрите новости а если нет то смотрите на нику и крыса других причин смотреть новости нет реально нет посмотрите какой-то хороший фильм который вы еще не смотрели тоже касается и нас столько фильма выпускается каждый год посмотрите фильмы отвлекитесь ну не ну что ты может быть у людей есть какие-то источники информации эксперты какие-то умные могут что-то рассказывать нельзя просто тут мне кажется нужно уметь различать уметь фильтровать информацию и своей головой арка карка любую информацию я воспринимаю для меня любая информация она как бы полезна то есть я могу ее либо принять либо просто отложить ну как бы на потом там потом сопоставить с чем-то еще прибавить к чему-то дополнить ну как бы мое лично такое даже иногда вот такая негативная или дезинформация на тоже иногда полезно но это нужно опять же же уметь как бы ее правильно воспринимать смотри булочка контачат с никой критическим критическое мышление критическим умным всегда поможет вам я думаю на кого-то наступил то есть покатился тяжело да через камеру мячиком играться какая-то немножко запоздание идет странное ощущение задержка какая-то доли секунды булочка хочешь тоже в гости к мальчикам посадить сходить в гости к мальчикам пока мальчиков нету дома так корка к цветочкам много очень покидает город женщины детей постепенно пустеет пустеет так вот периодически слышишь как знакомые там рассказывают тот уехал тот уехал то есть неправильно сказал женском крыса кстати тоже вообще абсолютно чистый когда убираешь в клетке у них чистейшая клетка крысы абсолютно чистый ничем не пахнут корка корка иди сюда кричат шу крысы воняют ну блин я представляю какой-то хозяин отвратительный корка это невозможная девка нравилось им на этом диване тоже забили мы на этот покрывался и перестали его убирать его почти не метит постираем покрывала постираем летом потому что она не власть за машинку никак вот правильно надо говорить постираем летом строить планы да я строю планы дальше это правильно я собью я купила сегодня землю и купила семена салата и шпината я буду завтра садить маленькие вазончики сладик и шпинатик семечки потом не знаю что из этого выйдет ну в общем то наверное тоже об этом будет какой-то видео достану все свои вазоны киме есть и начнем садить салат и шпинат а шо я не знаю булочка какая семена кстати очень дешевые земля тоже реально дешевую землю нашли сегодня салату шпинату как оказалось не надо много земли вазончики маленькими тоже есть если что можно взять какие-то стаканчики ну короче буду пытаться никогда этого не делала попробую лишним лишним травка не будет если шо животинком будет кто-то прыгает на подоконник на подоконник ноги там или это корка вот корка это там важно что-то шару дел маврик маврик уже здесь маврик всегда чуть шо он сразу такой а я на диване был я был на диване я вот мылся это был не я там научился быстро диван запрыгивать пола булочка только смысле за что такое крысам хорошо животным не попал обстрелы на крыс не влияют никак особо да кстати у люськи и вчера под утро был приступ впервые за наверное уже две недели корюська я надеюсь что крайне мере не буду час редко происходить а потом со временем сойдут на нет что-то хотелось сказать а хотела сказать что сегодня ближе к вечеру я опять узнала что сегодня пятница честно думала что среда почему-то я думал что среда о чем мы с тобой говорили что такое типа пятница в смысле погоду я смотрю погода в пятницу до погоде кстати зачем смотришь погоду на пятницу и скажи как сегодня к сегодня в смысле завтра говорю в субботу будет такая то вот хорошо судя пятница говоришь по погоде сегодня кстати я вставал ночью и было минус 7 это отвратительно и жуткий ветер такой ледяной вообще просто ребята это какой-то трэш ну если если феврале не опускалась ниже нуля вообще ночью даже на у нас есть меня весь марта у нас практически все дни ночью ниже нуля ухты класс называется стерильная крыска переметила меня а знает как вывести меня из себя сильно кусается не только раньше но она просто прижимая как вот это вот белка а знаю эмоции бьют через край да она просто при прижиме как вывернуться шел и разрывает да нам сюда даже сказали прислали фото что в крыму с них это просто в марте а кстати смотрели погоду на следующей неделе если сбудется то вообще следующую пятницу уже плюс 22 написать вряд ли можно на ничьи лета через неделю все равно просто потепление грядет это даже так логически должно быть неизбежно если только не ядерная зерна зима уже в этом году как предложение друзья всем кто донатит хочу сказать спасибо пока не забыла потому что я реально я каждый раз видео выключаю такая блин опять не сказала да я присоединяюсь сейчас большая поддержка и очень выручаете вовремя там как правило сообщение нет ну просто либо на помощь либо там ну животным и вам да в городе кстати выдают говорят гуманитарную помощь у нас начали выдавать рядом с домом но как я уже говорила гуманитарную помощь считайте мы получаем от вас поэтому ну да мы сделали просто сразу запасы вот эти две недели по чуть-чуть по чуть-чуть докупались по возможности всего чтобы было на всякий случай на месяц продуктов чтобы выжить если будет блокада ленинграда поэтому мне совесть не позволит брать гуманитарную помощь ну потому что там очереди гигантские там бабушки стоят люди работа люди потеряли вообще ну как потому что ну не всех на госпредприятиях кто-то начальников работал и естественно все это позакрывалось конечно многие потеряли да и такая вот помощь для таких людей особенно у меня-то еще как-то более-менее государственная или полу государство я уже точно не знаю там уже полуприватизированная ну не судя в общем ну тоже не не сладко я не долго радовался когда зарплату сказал что далее оказывается в основном будем работать на простое а как от него оплатят фиг его знает простой то ли 66 процентов от общей зарплаты с премиями со всеми то ли только голая тарифная ставка короче ну тогда это будет вообще копейки короче ну и там будет режим пару дней может быть неделю пару дней работать остальное простой один день на неделю в этом времени уже 17 минут уже много но вроде все рассказали шум могли все что знаю что вспомнили до 2 голова лучше сегодня николаев окружен уже две недели короче и и вот так вот окружен и голова у нас кружится от этого окружен никаких никаких конкретных стригов ну я говорила уже про ликпластырь который медленно убирают уже просто думаешь лучше уже быстрее что-то произошло уже что-то пришилось как-то и начала возвращаться люди к жизни какой-то частично у нас трасса на одессу у нас открыто то есть в одну сторону у нас единственное направление это в одессу можно и выехать эвакуационные поезда эти автобусы едут еду туда такси тоже работает на выезд если бы их свет работал то можно было поехать стерилизацию себя ты не куляешь давай напоследок позитивно никуль актриса волка хитрюга такая и не боится и и их море ты и богом стоит они какой-то заводе на прямо не может идти к никуле дик никуле дик никуле булька булька невозможно да никуле испугалась пока а вот теперь кто-то лежит на подоконнике кто же это может быть булочка такая нежная девочка вообще-то смотрите можно не так затискать вот она заводилась не смотрите вошли комедия смотрите обалдеть до утра смотри это прелесть хвостик хвостик такая ласка что сегодня все такие ласковые никого вообще ходит просится поцелуйте меня на ручке лезет судья булка вообще вот он напоследок позитивчика и ты пришла да скажи напоследок всем пока она умеет красивая красотка мы скажите на красотка же очень неописуем красиво скажи мама хорошо молодец молодец умничка сейчас мы тебе и вкусняшку дадим прям сейчас готова сбить но как так когда уже подожди на все хватит чуть-чуть биофар даю потому что у меня собачьего корма нет такого сухого да не вкусняшки есть но не пока еще пока еще запечатаны куриную грудку ника сегодня докушала уже все друзья прощаемся тогда да 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 спасибо спасибо еще хотел от себя и на рать тебя тоже за комментарии приятные поддержку что пишите очень интересно потому что да это тоже трудно писать комментарии я всегда это я удивляюсь как люди постоянно пишут поддержки все на трудно писать комментарий написан я поэтому только читал это вы цене ваши комментарии все всем пока пока и и спокойной ночи и мирного неба над головой особенно кто нас с украины смотрит держитесь мы знаем что в некоторых точках особенно тяжело мы должны это пережить все пока 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 кто будет выключать какой рукой булка